всем привет дорогие друзья с вами донир баев и наконец-то вышел самый главный сборник ященко 36 вариант и сейчас мы будем его разбирать лысенко и ященко как будто бы сговорились и оба на первом варианте поставили листы отличные задачи очень сильно люблю классные просто теперь по самому сборнику плюсы и минусы вы постоянно просите сделать обзоры на сборнике честно ребят по сути особо нет разницы какой именно ты сборник берешь и по какому сборнику тренируешься просто тренируешь свои знания да действительно у всех есть плюсы и минусы я могу сразу выделить что вот этот сборник ященко меня устраивает на 8 из 10 у него есть самые главные плюсы да есть пару минусов но на них можно закрыть глаза вот так же могу рекомендовать сборник лысенко он мне нравится на 9 из 10 вот итак сборник ященко что могу про него сказать самый главный плюс в том что он очень популярный по нему готовится очень много девятиклассников а значит можно будет найти по нему много разборов на ютюбе рез во вторых в этом году ященко принял очень хорошее по моему мнению решение обычно в первых вариантах были такие шокирующие какие-нибудь задачи какие-нибудь теплицы или зонты которые раньше никто не видел преподавателя не видели все были в шоке никто их не мог нормально объяснить приходилось лезть в интернет в этом году с первого варианта всем знакомые листы которые в действительности будут много из первых вариантов нас ященко не пугает какими-то незнакомыми новыми задачами которые действительно точно будут на экзамене хорошо теперь из минусов ну я например не нашел не смог найти план дачного участка заданиях 15 то есть к сожалению не все задания которые будут на реальном г есть в этом сборнике ну ладно простим найдем сами где-нибудь от ищем еще дополнительно потренируемся хорошо не зря же я веду этот youtube канал если что я вам покажу расскажу ладно простим теперь ну еще я например я насчитал почему-то из 36 вариантов аж 8 вариантов на теплицы и зонты ну ладно ты закинь по одному что вы люди просто увидели но нет прям ну так старательно в общем закидывают вам новые какие-то задачи ладно тоже простительно видимо какие-то свои цели ну а теперь после этих плюсов и минусов я думаю вы сами сможете принять решение потому что вы взрослые ребята и так ну что ж читаем текст внимательно и пробуем решить все задачи подряд и так задание на листы ну надеюсь вы смотрели прошлый ролик тогда вы знаете плюс-минус как их решать но я все равно напомню здесь речь идет про обычные листы а4 опять а3 и так далее оказывается в чем их главная фишка чтобы решить все эти задачи единство что нужно знать вам единица информация что если ты берешь один лист а4 вы можете прочитать все это я расскажу вкратце что если вы берете один из а4 и сгибает его пополам вот так вы получаете два листа опять вот раз и два то есть вот это лист опять он размер меньше то есть из одного листа а4 если вы его поделите вот вдоль короткой страны то есть вот короткая страна ведь вот если вдоль короткой стороны порежете то вы получите два листа а5 вот это у нас получается опять и наоборот если вы положите рядом два листа а4 и склеить их скотчем то вы наоборот получите один лист а3 то есть то есть вот так вот надо положить рядом друг друга рядом друг другу два листа а4 и тогда это станет листом а3 то есть можно шагать к более маленьким форматом и можно шагать более большим формат еще общеизвестный факт что лист формата а0 то есть самый большой лист с которого все началось это огромный ватман он имеет площадь 1 метр квадратный это просто факт который собственно даже здесь по моему написано да вот здесь написано и что-то еще но остальное пути узнаем вот это самое главное от чего все отталкивается и дальше от чего все выводится хорошо есть еще там другие какие-то шпаргалки хитрости про все это я сейчас вам по порядку расскажу и так погнали в таблице 1 даны размеры листов бумаги 4 форматов от а3 до а6 как модели audi и так а6 это у нас самый маленький формат вот опять помните вам показывал что это такое листочек тетрадки по факту а а4 это альбомный лист так вот а 6 значит самый маленький но находим по столбец у вас по столбцу самый маленький размер это у нас 148 значит это есть а6 дальше чуть побольше это значит уже будет опять еще чуть побольше 297 это значит будет уже а4 и самый большой это а3 вот я собственно решил первую задачу остается мне просто в табличке все это аккуратно разместить то есть задача проверять если у тебя глаза и так а6 это у тебя номер 3 на строчке 3 опять это номер 4 а4 это 1 а3 это 2 ответ 3 4 1 2 3 4 1 2 задача решена балл в кармане прекрасно и так вторая задача сколько листов бумаги формата а6 получится при разрезании одного листа формата а0 разрезать придется очень долго я сейчас покажу вам общий принцип смотрите вот как вы из листа а0 можете получить листы а6 тут разрезать очень долго я сначала покажу более простой пример допустим я хочу из листов а0 получить не лист а6 а например лист а2 как я буду действовать я беру большой огромный ватман лист а0 вот я уберу эту меня 0 его если разделю пополам не вот вдоль длинной стороны не так мне не надо полоски делить как вот эти рулоны да нужно не нужно свиток делать из листочка вот египетский длинный узкий нужно наоборот разделить вот так вдоль короткой страны чтобы получился формат меньше помните вам рассказал и вот у тебя получается 11 то есть каждый из этого листочка это формата 1 дальше у тебя из каждого листа один можно получить то есть если еще разрезать каждый листочка 1 вдоль короткого вдоль короткой страны тебя получается вот так два листа а2 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 и здесь тоже самое вот так вот разрезаешь у тебя получается а2 а2 смотри ты из одного листа а0 получил два листа а1 но каждый лист один еще раз разделил на два листа а2 и таким образом у тебя получилось всего 2 умножить на 2 то есть 2 на 2 4 листа а2 хорошо это видно прекрасно при сумке вот 1 2 3 4 что будет если мы дальше будем продолжать цепочку каждое разрезание увелич 15 количество листов в 2 раза то есть умножает на 2 например если у нас здесь бы цепочка дальше продолжалось например вот так вот на до а6 чтобы мы были чтобы мы сделали чтобы мы сделали смотрите у нас из одного листа один Получается 2 листа А2. Из одного листа А2 получается 2 листа А3 и так далее. И мы просто вот эти все двойки перемножаем. То есть 2 умножить на 2, умножить на 2, умножить на 2. И 5 раз так. Что-то А1, А2, А3. А, я А4 пропустил, извините. Вот А5. И еще А6. То есть 6 раз перемножаем. Почему 6 раз? Почему именно 6 раз? Сейчас объясню. Смотрите, 2 на 2, это 4 получается. Еще раз 2 на 2, это 4. И еще раз 2 на 2, это 4. Получается 4 на 4, это 16. И 16 еще раз на 4, это будет 64. 64 листа я получу, листочка А6 я получу из одного листа А0. Почему так получается? Смотрите, на самом деле все вот эти размышления можно свести к одной простой формуле. Если вы хотите найти, сколько листов получится А6 из листа А0, вы сначала первым действием находите разницу между номерами. То есть 6 минус 0, это 6. Значит, вот столько разрезов нужно будет сделать. Это столько раз нужно будет разрезать. Разрезов столько. И вторым действием вы двойку возводите вот в эту как раз таки степень. То есть в шестую степень. И вот находите вот то, что мы здесь нашли. То есть получается 64. 64 штуки. Штуки листов А6. Вот и все. То есть общая формула, общий алгоритм вот такой. Но обычно получается очень хорошо понять все вот так вот по рисунку. Можете даже каждый раз вот так вот рисовать. Смотрите. Например, здесь вот так вот еще раз можно поделить. Тогда получаются листочки А3. Потом еще раз делишь каждый из них. Получается А4. Еще раз делишь каждый из них. Получается А5. Вот. И еще раз делишь каждый из них. Получается А6. Вот так. И ты потом смотришь. Потом смотришь. Значит, сколько у тебя листочков всего получилось. Итак, здесь я вижу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь тоже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот 8 на 8, если перемножить, то я получу тоже ответ. То есть, видите, всегда можно дойти до ответа. Любыми способами. Я вам показал три способа решения. С помощью формулы, с помощью схемы. И вот так. Окей, идем дальше. Ребят, вот иногда просто легче что-то запомнить. Иногда помогают шпаргалки, особенно в первое время, когда учишься решать задачи на листы, то очень хорошо, когда у тебя под рукой есть какая-то шпаргалка. И такие шпаргалки мы сделали по многим заданиям, в том числе и по многим заданиям 1, 5. Поэтому забирайте эту шпаргалку. Она ждет вас. Шпаргалка по заданиям 1, 5 в телеграм-канале. Донир на связи называется. Можете найти по поиску, либо по QR-коду, либо по ссылке под этим роликом. Шпаргалка ждет вас в закрепленных сообщениях. Теперь идем дальше. Третье задание. Найдите длину меньшей стороны листа бумаги формата А2. Ответ до 7 мм. Так, мне придется вернуться к таблице. Мы же не зря ее тут заполняли. Итак, вот я ее беру. Иду к заданию 2. 3, оказывается. Итак, найдите длину меньшей стороны листа формата А2. Формата А2 у нас тут нет. То есть где-то он здесь мог бы быть, но его нет. Поэтому я делаю что? Я нахожу ближайший формат. Это А3. Вот у меня, значит он такой красивый. Вот он стоит. Вот у меня лист А3. Как мне из листа А3 сделать лист формата А2? А2 он больше. И для этого мне нужно взять 2 листа А3. Но мне их нужно ставить не вот так вот, да? То есть не делать длинный египетский свитер. Мне нужно их поставить вот так. Чтобы они образовали нормальный прямоугольник. Вот. И если я возьму 2 листа А3, то это как раз и будет лист А2. Вот. Лист А3 у меня размеры есть. Это 420 и 297. Ну, какая тут длинная сторона? Вот эта, да? Значит, это сторона 420. А вот эта сторона, значит, 297. Супер. Хорошо. Прекрасно. Тут надо найти длину меньше страны листа формата А2. Давайте все найдем, а потом разберемся. Смотрите, лист А2 он состоит вот из этой стороны. Ее мы уже знаем. Это 420. И получается, вот ее как раз-таки нужно найти. То есть ответ сразу можем сказать 420. А что если бы спросили длину большей стороны? Ну, смотрите, большая сторона у вас состоит из вот 297 и еще раз 297. То есть нужно просто сложить два раза 297. И у вас получается, что эта сторона большая 297 плюс 297. То есть, ну, это почти 300, значит, будет почти 600. Но только нужно еще по тройке отнять. То есть отнять 6. Значит, будет 594. Вот и все. То есть если бы спросили большую сторону, я бы ответил 594. Все, ответ найдет, задача решена, балл в кармане. Задача номер 4. Найдите площадь листа бумаги формата А5. Ну, мне здесь без таблицы никак не справиться. И тут ура, есть в этой таблице оказывается даже размеры листа А5. Вообще повезло. Эту задачу можно решить двумя способами. И оба способа я вам покажу. Итак, первый способ максимально в лоб и максимально очевидно в данном случае. Это просто перемножить длину на ширину. Просто заранее перевести все это нужно в сантиметры. Потому что спрашивают в сантиметрах квадратных. Итак, у нас вообще-то в одном сантиметре ровно 10 миллиметров. Значит, я могу 10 мм. Поэтому я могу перевести это заранее все в миллиметры. Сантиметры. Получается 21 сантиметр. Здесь тоже делю на 10 и получаю 14,8 сантиметра. И перемножаю. И это будет правильный ответ. Но иногда так решать неудобно. Просто потому, что, например, у тебя листа в этой таблице нет. И можно пойти через лист формата А0. Получаются ответы, между прочим, немного разные в обоих случаях. Но оба правильные. Лист формата А0. Это 1 метр квадратный у нас. Мы знаем, что в один лист А0 помещается сколько-то штук листочков маленьких. А5. То есть можно там разделить кучу раз. Много-много раз. Но 5 раз нужно разделить, чтобы от нулевого листа дойти до пятого листа. Разница, потому что 5 минус 0 это 5. Вот. В общем, ты 5 раз разряжаешь. Вот так вот разрежишь. И вот сколько-то у тебя получается. Кстати, можно даже посчитать. 8 на 4. То есть 32. Да, столько должно получаться. Смотрите. То есть, чтобы найти количество листочков, тебе нужно от 5 вычесть 0. Это 5 разрезов будет. То есть ты вычитаешь именно номера. 5 и 0. И дальше ты понимаешь, что с каждым разрезом количество листов удваивается. То есть ты разрезал один раз. Стало два листа. Разрезал еще раз. Еще удвоилось количество листов. Разрезал еще раз. Еще раз удвоилось. Потом еще раз. Еще раз. То есть нужно 2 возвести в пятую степень. Короче говоря, потому что при каждом разрезании количество листов удваивается. удваивается, а ты разрезаешь 5 раз. Окей. То есть получается у нас 2 на 2, 4, еще раз 4, 4 на 4 это 16, 16 на 2 это 32 листочка А6. Это столько листов А6 в одном большом листе А0. Хорошо. Значит, чтобы найти площадь, простите, не лист А6, а лист А5. Значит, чтобы найти лист А5, его площадь, нужно взять площадь листа А0 и поделить на 32. А площадь листа А0 это 1 метр квадратный. И вот его делим на 32. Только нужно не забыть все это в сантиметры квадратные перевести. А 1 метр квадратный у нас это квадрат со стороной 100 сантиметров на 100 сантиметров. Это и есть 1 метр квадратный. Но 100 на 100 это как раз-таки у нас будет 100 в квадрате, то есть 10 тысяч, иначе говоря, сантиметров квадратных у нас в одном метре квадратном. И вот ты просто еще это не забывай умножать на 10 тысяч, чтобы перевести все в правильный ответ. Так, то есть нужно 10 тысяч поделить на 32. Так, ну вот я знаю, если 10 тысяч поделить на 8, это было бы ровно 1250. А тут получается еще на 4 нужно поделить. То есть я сократил на 8 сверху и снизу. На 8. Окей, ну тут можно тоже доделить, в принципе, смотрите. 1200, это же, если на 4 поделить, будет 300. Вот, а 50 поделить на 4, по-моему, даже хорошо делится. Это будет 40 на 4, это 10. Вот, и еще 10 поделить на 4, это 2,5. Получается 30-12,5. Вот, обычно при таком способе решения ответы получаются красивее, поэтому я его люблю, хоть он в данном случае был и дольше. Здесь, наверное, какой-то ответ тоже близко к нему получается. тоже правильный. Хорошо. Окей, задание номер 5. Размер, то есть высота типографического шрифта измеряется в пунктах. Ну вот помните, когда в Microsoft Word печатаешь, там написано 14PT. Все думали, что это за шрифт такой, 14PT. Оказывается, это пункты, единица измерения шрифта. Один пункт равен бла-бла-бла, столько-то дюймов, какой высоты нужен шрифт в пунктах. Это все, если что, не нужна информация. Какой высоты нужен шрифт в пунктах, чтобы текст был расположен на листе формата А3? На листе формата А3 так же хорошо, как этот же текст, напечатанный шрифтом высотой 10 пунктов на листе формата А4. То есть на листе формата А4, который поменьше, стоит красивый текст. Вот какой-то вот такой, вот таким вот размером. Да, допустим. Вот его размер у нас 10 пунктов. 10. 10PT. Отлично. Вот. Потом вам... Так, я все правильно, какой высоты нужен шрифт, чтобы текст был расположен на листе формата А4? А3 так же, как на листе А4. Хорошо. Теперь смотрите. Вот вам нужно напечатать тот же самый текст на листе формата А3, но, естественно, из-за того, что лист больше и текст будет больше. Так какого размера-то должен быть текст? Вот это нужно узнать. То есть x пунктов. Да, вот это нужно узнать. Что мы будем делать? Нужна, конечно же, таблица. Она же не зря нам дана. По ней мы можем разузнать размеры листов. То есть то, что здесь дано, вот это все, это все просто, чтобы запутать вас. По таблице ориентируйтесь. Листы А3, А4. Это у нас вот. И вы можете взять либо длину, либо ширину какой-нибудь один столбец. Ну, давайте возьмем, например, ширину. Здесь просто числа поменьше, удобнее будет нам решать. Итак, смотрите. То есть у нас ширина здесь это 210, а здесь ширина 297. Ну, то есть во сколько-то раз меньше. Окей, вообще рассказываю хитрость как раз-таки из той шпаргалки. Из этой шпаргалки вот оказывается в любом, в любом абсолютно листе большая сторона к меньшей стороне. И вообще, если взять два соседних листа по размерам, они отличаются по размерам ровно в 1,4 раза. Это есть в шпаргалке. И этот факт вам может, кстати, эту задачу решить быстрее. Хорошо. То есть если вы, грубо говоря, 210 умножите на корень из 2, что примерно равен 1,41, то вы получите вот это. Вот такой интересный факт. Хорошо. Как задачу это решать? Это задача на пропорцию, дорогие друзья. Вот смотрите, у вас есть, например, ширина листа, то есть размеры листа. Это 297 миллиметров у листа А3. И у листа А4 это 210 миллиметров. Также у тебя есть какие-то размеры шрифта. Тут у тебя X пунктов и тут у тебя 10 пунктов. И вот как ты строишь пропорцию? Ты просто ширину делишь на ширину, то есть ты миллиметры делишь на миллиметры. Вот делишь. И здесь пункты делишь на пункты, то есть текст делишь на текст. Важно, чтобы у тебя в одной дроби были одинаковые единицы измерения. И дальше ты эти две дроби приравниваешь просто. И у тебя получается уравнение. 297 поделить на 210 равно X поделить на 10. Почему важно, чтобы в одной дроби были одинаковые единицы измерения? Ну, чтобы они сократились, конечно же, да, из-за этого. Хорошо, вот из этого уравнения, если найдешь X, это и будет правильный ответ. Десятку осталось перекинуть налево при перебрасывании числа через знак равно. Ну, точнее так, я левую и правую часть умножаю на 10. Почему? Потому что здесь же делится. Я обратным действием убираю десятку. Здесь он у меня исчезает, эта десятка, а справа появляется. Поэтому, то есть я правую сторону умножил на десятку, она у меня здесь исчезла, а справа слева появилась, потому что там десятки никакой нет. Окей, это, если что, разные вещи. Так, десятка и 210 сокращаются очень хорошо тоже, кстати. И получается, что X равно 297 поделить на 21. Так, ну, я понимаю, что можно это, конечно, делить, но я могу сразу понять, что там будет ответ 14 пунктов, скорее всего. Почему? Потому что, смотрите, я вам сказал, что соседние листы, то есть А3, А4, А5, А6, А7, А8, соседние по размерам листы, они отличаются ровно в 1,41 раз. И если у вас здесь 10 пунктов, то, значит, здесь будет в 1,410 раза больше. То есть я могу просто 10 умножить на 1,41, и у меня сразу получается ответ 14,1. Тут нужно округлить размер до целого, то есть примерно это 14 целых. Вы можете тоже самый ответ получить, если действительно поделить эти числа друг на друга, то есть если решать, как полагается. Вот, ну-ка, давайте попробуем поделить, очень интересно стало. Итак, 21, 8, так, один раз зашло, да? 8, 7, ну, наверное, зайдет 4 раза, ведь 21 на 4, это как раз-таки 84. Ну, видите, то есть 14 получается, там 14 с чем-то дальше идет. Вот, дальше уже там какие-то запятые. Хорошо, теперь задание 6. Балл в кармане у нас, между прочим. Теперь задание 6. Найдите значение выражения вот такого. Дроби. Старый, добрый, кстати, не очень-то сильно похоже на задание из демо-варианта. Помните, разбирали демо-вариант здесь на канале, и там какие-то новые задачи были, а тут что-то какие-то не новые. Почему-то. Странно. Даже у Лысенко как-то он под демо-вариант постарался сделать. Ну, ладно. Найдите значение выражения. Главное решать. Главное практиковаться. Остальное не страшно. Если много практиковаться, то будет результат. Теперь давайте первым действием здесь мы разбираемся внизу, и вторым действием мы потом будем делить. Итак, первое действие. 2 минус 4 девятых. Чтобы вычитать числа друг с другом, мне нужно, чтобы у них были одинаковые знаменатели. Здесь у меня знаменатель единица. То есть две первых. Это на самом деле я могу около любого числа подписать единичку. И умножаю я сверху и снизу на девятку, чтобы были одинаковые знаменатели. 2 на 9 это 18, и 1 на 9 это 18. Это 9. Минус 4 девятых. Теперь я могу знаменатели объединить. Вот так. И у меня сверху получается 18 минус 4. То есть это 14. Хорошо, это число снизу у меня такое получилось. Теперь доделываю пример. У меня 3,5. 3,5 нужно поделить вот на этот результат. Делю на 14 девятых. Здесь нужно не пугаться. Нужно просто вот это деление записать через двоеточие. То есть 3,5 делим на 14 девятых. Двоеточие, то есть деление у нас превращается в умножение, а сама дробь переворачивается при этом. То есть 3,5 умножается на 9 четырнадцатых. Итак, 3,5 умножаю на 9. Ну, на самом деле не умножаю, я не хочу пока умножать, извините. Я вижу, что 35 и 14 сокращаются. Но запятая, может быть, кому-то мешает это понять. Поэтому давайте я сначала, прежде чем сокращать, избавлюсь от запятой, так реально понятнее станет вам. Я вот так вот умножаю на десятку. Сверху и снизу, чтобы запятая ушла. Сверху будет 35, тогда запятая уйдет. А снизу будет 140. Я вижу, что 35 и 14. 14, нолик пока не трогаю, пусть отдельно постоит. И 14 делится на 7. 35 поделить на 7 – это 5. 14 поделить на 7 – это 2. И вот нолик еще не забываю переписать, ладно? То есть, ну, представляем, что 140 поделили на 7. Получается 5 на 9 и 20. Опа! 5 и 20 тоже делится на 5. 5 поделить на 5 – это 1. 20 поделить на 5 – это 4. Получается 9 четвертых. Так, ну, 8 на 4 вот хорошо делится. 8 на 4 – это будет 2. Но остается еще единица. Ведь 9 – это вообще-то 8 плюс 1. Так вот, 8 на 4 поделили, получили 2. Еще единицу делим на четверку. Это 1 четвертая. 1 четвертая – это 0,25. То есть, 2,25. Окей, задача решена. Балл в кармане. Седьмое задание. Я вам сейчас расскажу, но если у вас не получается. Первая, вторая часть. Если вы ничего не понимаете в математике, но хотели бы понимать, хотели бы классно сдать ОГЭ. Если вы полный ноль математики и до сих пор списываете с ГДЗ, или, может быть, не учили математику с 5 класса, ничего страшного. Можно нормально, с кайфом, хорошенечко подготовиться. Очень качественно и прям с базой, со основ, с фундамента. В этом я помогаю. У нас есть курс, который помогает так ребятам, у которых полный ноль, так и тем, кому хочется изучать задачи посложнее, вторая часть и так далее. Этот курс называется «Основной курс». Его уже очень много ребят испробовали до вас. Вот, например, некоторые из таких, вот эти ребята тоже подготовились у нас с нуля на 5. Тоже у них были такие проблемы. Кому-то ставили, пытались поставить в годовой 2 по математике. Кому-то с 5 класса вообще ничего не учил, да. Кто-то вообще с нуля полного пришел, там, не умел дроби считать, термин пифагоры использовать и так далее. Все эти ребята сдали на 5, и не просто на 5. Кто-то вообще на 27 баллов сдал, на около максимальные баллы сдавали. Вот, кто-то вообще на максимальный балл сдал. То есть это не просто 5, это высшая оценка. Пятерка идет 22 баллов, если что. Хорошо. И я вас приглашаю учиться со мной, потому что у вас со мной точно все получится. Я буду вам хорошенечко, качественно, сильно объяснять математику. У меня-то почему-то получается, наверное, потому что я уже закончил несколько универов. Я закончил красный диплом, на красный диплом физический факультет КФУ. Закончил магистратуру МФТИ и готовлю к ОГЭ уже 7 лет. И за это время 10 тысяч человек прошло через мои обучения, курсы платные, через подготовку к ОГЭ, все они прошли через это. И почему недовольные? Ну, вот я могу как минимум судить по этой фотографии. Это фотография наших учеников. Мы с ними вместе встречались этим летом. Посмотрите, какие недовольные. И потому что они все проделали такой прогресс. То есть они все пришли с около нулевыми знаниями. И кто-то дошел до четверки, кто-то дошел до пятерки, кто-то дошел до пятерки с плюсом, в зависимости от их амбиций и от их стараний. Вот. И вас поэтому приглашаю, поэтому я уверен, что у вас тоже получится. На основной курс по подготовке к ОГЭ с нуля на 5. Мы понятно разбираем абсолютно всю математику с нуля до пятерки с плюсом. и разбираем абсолютно все задачи ОГЭ, которые только могут быть. От первой до последней. Занимаемся мы 9 раз в месяц. Записи уроков сохраняются, поэтому можете не переживать перед контрольными. Вы можете заново все повторить и пойти на контрольную в школе готовыми. То есть вы не только к ОГЭ будете готовиться. У вас еще и школа тоже. В школе дела получше станут. Вы оценки лучше начнете поднимать. Оценки лучше начнете получать. Вот. У нас есть домашнее задание, помимо занятий самих. Проверка домашнего задания, поддержка по вопросам. Можно записываться по месяцам. Или сразу на год со скидкой 10%. Можно оформить рассрочку. При записи на год. Вот. Напишите кодовое слово БАЕВ в сообщении группы ВКонтакте, либо в Телеграм. И там все подробности, расписание и прочее вы сможете все узнать и получить даже пробный урок сможете. И наконец-то узнать цены и записаться. Вот. Теперь переходим к заданию 7. На координатной прямой отмечено число А. Какое из утверждений для этого числа является верным? Это тот случай, когда мы можем вместо А какое-то число конкретное подставить. Потому что оно у вас вполне конкретно располагается на числовой прямой. Вот смотрите. У вас здесь 0, здесь 1, здесь 2, здесь 3, здесь 4, здесь 5, здесь 6, здесь 7. А здесь 8. У нас А чуть-чуть ближе к восьмерке. Видно, да? То есть вот у нас 7,5, значит А. Это примерно 7,6. И вы можете с помощью этих знаний решить следующие примерчики. Вы просто подставьте вместо А это число и смотрите, что получается. Утверждение получается верным или нет. Итак, 8 минус 7,6 больше 0. Больше 0. 8 минус А. То есть 8 минус 7,6 меньше 0. Не меньше 0. Видно, да? 7,6 минус 7 меньше 0. Нет, не меньше 0. 7,6 минус 9 больше 0. Нет, не больше 0. То есть видно, что первое утверждение верное. Ответ 1. Восьмое задание. А в степени 6 умножить на минус А в квадрате. И все это при А равно 3. Нужно посчитать. Давайте сначала разберемся с выражением. Смотрите, вот у нас два числа. Во-первых, что у нас произойдет с вот этим выражением, которое отрицательное. Если мы любое число целиком берем, например, отрицательное, положительное и возводим в четную степень, например, во вторую степень, то у нас эта четная степень, этот минус съедает. То есть это то же самое, что просто А в квадрате. Почему? Да потому что вторая степень означает то, что ты, вот, то, что под степенью, то есть минус А умножаешь само на себя. Вот. А минус при умножении само на себя, сам на себя, он дает плюс. И поэтому получается просто А в квадрате. Поэтому мы можем просто вот этот минус убрать, получается, да? Потому что его вторая степень съедает. И получается, мы просто умножаем А в шестой степени на А в квадрате. А при умножении двух чисел с одинаковыми основаниями, наша степень складывается. То есть будет А в степени 6 плюс 2 в восьмой степени. И все это под квадратным корнем. Дальше. Квадратный корень. Он почему квадратный? Потому что это корень второй степени. Просто эту двоечку вы не пишете обычно. Так вот, квадратный корень, он эту степень на вот эту двоечку делит. То есть А будет в степени 8 поделить на 2. То есть будет А в степени 4. Кубический корень, например, если бы был бы, да? Он делит на 3 степень. Хорошо. То есть вообще корень это деление. На ту степень, собственно, которой сам у вас корень. То есть А будет в четвертой степени. Но А это же 3. Получается 3 в четвертой степени. То есть 3 умножайте само на себя 4 раза. А 3 на 3, это, как известно, конечно же, стритбол, как нам говорил скриптонит. Но в нашем случае это просто 9. Итак, тут тоже 9. 9 на 9 это 81. Ответ 81. Хорошо. Задание номер 9. Итак, решите уравнение. Решаем. Итак, 5х в квадрате плюс 9х плюс 4 равно все это нулю. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответ запишите больше из корней. Так, ну давайте попробуем дискриминантом. Можно хоть как. Итак, мы берем B. B в квадрате минус 4 АС. Берем А. И берем С. И все подставляем в форму. B в квадрате это 9 в квадрате. Минус 4 умножить на 5 умножить на 4. Итак, это у нас 81. 4 на 4 это 16. 16 на 5. Слушайте, было бы проще сделать так. 4 на 5 это 20. 20 на 4 это 80. Так много лучше. Да. 80. То есть минус 80. Дискриминант равен 1. Тогда х будет равно минус 9 плюс-минус корень из дискриминанта. То есть корень из 1 и поделить на 2 умножить на 5. Ну просто формулу применил. Плюс-минус корень из 1 это просто 1. То есть минус 9. Корень из 1 это 1. Минус 9 плюс-минус 1 поделить на 10. Итак, минус 9 минус 1. Это минус 10 поделить на 10. То есть минус 1. Минус 9 плюс 1. Это минус 8 поделить на 10. То есть минус 0,8. Теперь. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответ запишите больше из корней. И вот здесь все сыпятся. Попробуйте. Вы правильный ответ сейчас сказать. Ну-ка. Какой корень здесь больший? И тут сразу на автомате, ну, добрая половина девятиклассников отвечает, что это минус 1. Но это же не так. Вы попробуйте как с температурой думать. Вот какая температура на улице считается теплее? Минус 1 или минус 0,8? Минус 0,8 же теплее. Потому что ближе к нулю. Понимаете? А минус 1 это уже там холоднее. Там уже сильнее лед, крепче. То есть минус 0,8 больше. Ответ минус 0,8. 0,8. Десятое задание. В фирме такси на данный момент свободно 20 машин. 5 черных, 3 желтых и 12 зеленых. Так, действительно так. 8, да, все правильно. Могли бы нам дать посчитать хотя бы количество зеленых машин. Или количество всех. По вызову приехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчику. Но видите, вероятность того, что к нему приедут желтые такси. Эх, жалко, они зеленоглазые. Получается, как здесь нужно решать? Нужно просто количество желтых такси. Желтых такси поделить на количество всех такси. Это 3 поделить на 20. Что логично. У вас шанс того, что к вам приедет желтый такси. 3 из 20. Вот. И нужно это число перевести в десятичную дробь. Как вы это делаете? Если вы просто сверху и снизу умножаете... Нет, нет, нет. Стой, 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 стой. Вам нужно сделать так, чтобы снизу было число круглое. Например, 100 или 1000. Из 20 сотку легко сделать. Для этого нужно умножить на 5. Но сверху тоже умножаешь на 5. Чтобы дробь не испортилась. Получается 15 поделить на 100. То есть, 15 сотых. 0,15. Вероятность, она вычисляется вот как раз таки от нуля до единицы. То есть, вероятность может быть там 0,70 или 0,69, например. Это означает, что в 69 случаев из 100 что-то произойдет. В нашем случае такое произойдет в 15 случаев из 100. То есть, к этой задаче ответ всегда вот какое-то такое число. От нуля до единицы. В нашем случае это 0,15. Запятая, кстати, в отдельную клетку. Итак, задание 11. Графики. Балл в кармане. Забыл сказать. Итак. Ух, нос растесался. На рисунках изображены графики функций вот такого вида. Ну, в общем, парамола. Квадратичная функция. Установите соответствие между графиками функций и знаками коэффициентов А и С. Ребят, вообще, чтобы хорошенечко пройти графики, ну, нужно по меньшей мере 2-3 урока. Ровно столько, например, это у нас занимает с ребятами на курсе. Но здесь я сейчас вам коротко расскажу основную суть. Без каких-то лайфхаков. Четко расскажу, как надо. Смотрите. Что такое С? Давайте начнем с этого. Это самое... Ну, вообще, что такое А? А это то, что стоит перед х в квадрате. Если у тебя перед х в квадрате плюс, то парабола веселая. То есть, вот так вот можно глазки нарисовать, и она будет улыбаться, да? Если минус перед х в квадрате, она будет грустная. Вот такая. Потому что если нарисовать глазки, она грустит. Теперь с коэффициентом С. Разберемся чуть попозже. Давайте сначала с коэффициентом А попробуем что-то решить. Смотрите, мы видим две хорошие, веселые параболы, да? Но одна парабола грустная. Вот, значит, у нее коэффициент А отрицательный. Значит, среди всех вариантов ответа сразу можно найти отрицательный коэффициент. Да вот он, под номером 1. То есть, В это 1. Дальше. Теперь с А и В. У них у обоих коэффициент А положительный. Да, и здесь мы тоже видим А больше 0, А больше 0. Теперь с С разбираемся. Смотрите, чтобы найти С, нужно посмотреть на точку пересечения вашей параболы с осью Y. Вот здесь она. Здесь, да? Здесь у нас парабола пересекается с осью Y. Вот в этом месте. И координата Y этой точки, это и есть коэффициент С. То есть, вот у тебя здесь эта точка лежит в отрицательной части Y, да? Здесь же у тебя по Y минус 1, там минус 2, минус 3 и так далее. Значит, само С тоже равно этому минус 3, грубо говоря. Ну, условно. Тут мы не видим шкалы. То есть, мы можем сразу сказать, что коэффициент С здесь отрицательный. То есть, если вот эта точка лежит вот в нижней области, то С меньше 0. Если точка лежит в верхней области, то С больше 0. Причем не от вершины нужно плясать, а именно от точки пересечения. Ну, в общем, это нужно подробно объяснять. И тогда все поймете более детально. Итак, в случае А, Э у нас получается С больше 0. То есть, это у нас А. А значит, это у нас Б. Да? Окей, все. Б это значит 2, А это 3. То есть, ответ 3, 2, 1. Так и пишите. 30, 21 в ответе. Задача решена. Балл в кармане. Ну и 12 задание. Мощность постоянного тока в ваттах вычисляется по формуле... Тут неправильная формула, я же физик, я знаю. Тут формула должна быть P равно I в квадрате умножить на R. Не зря я в 3 заканчивал. Вот, наша формула. Теперь нам нужно сюда все подставить и посчитать. Итак, I – сила тока в амперах. R – сопротивление в омах, в общем, бла-бла-бла, так далее. Пользуясь этой формулой, найдите сопротивление R. Нужно найти. Если мощность составляет... Итак, смотрите, мощность – это что такое? Какая буква? Тут написано, что мощность постоянного тока вычисляется по формуле. То есть, вот это сама формула. Вот, то есть, то, что вот... Сама формула – это формула мощности. Получается, P – это и есть мощность. P, значит, равно 245 ватт. Вот, по факту, я данного просто записываю сейчас. Это данного. Сила тока. Что такое сила тока? Ну, I – это сила тока написана. I – значит, это 7 ампер. 7 ампер. Что я делаю? Я просто в это уравнение все подставляю и считаю. P – это у меня 245. I в квадрате – это 7 в квадрате. А R я не знаю. И это мое неизвестное число. Это мое х. Упс, извините. Это мое х. И я просто должен посчитать это уравнение, решить, найти свое х. И это будет, собственно, ответ. Да. А я хочу увеличиться. Слишком маленький. Итак. 245 равно, получается, 49 умножить на R. 49 перекидываю. Здесь умножение, значит, при переброске через знак равно будет там деление. То есть, 245 поделить на 49 равно все это R. Я думаю, будет 5. Вы как думаете? Мне кажется, да. 49 умножить на 5. Это будет 200, еще 45. 245. Все правильно. То есть, R равно. Получается, 5. Все. Итак, ответ 5. Все. Задача решена. Балл в кармане. Задание номер 13. Укажите решение неравенства. Ну, здесь нужно просто переписать неравенство и аккуратно, терпеливо раскрыть скобки. Минус 3 у нас умножается на скобки. У нас минус 3 как коршун налетает на каждое число. Сначала минус 3 умножаем на 4х. Перед ним стоит плюс. Он просто невидимый. Минус 3 на плюс 4 нам дает минус 12х. Минус 3 умножаем на плюс 1. Минус 3 на плюс 1 это минус 3. Больше 6. Теперь у меня здесь 1, 2, 3, 4 члена. Те члены, которые с буквами, то есть с хами, я оставляю с этой стороны. Смотрите, вот у нас, например, плюс 6х и минус 12х. Плюс 6 минус 12 это минус 6х. Далее. Этот член у меня без х, поэтому я его перекидываю справа. При перебрасывании числа через знак неравенства оно меняет свое действие. То есть у нас здесь было 6 с плюсом. Теперь будет минус 3. Перебросили, значит справа будет плюс 3. Окей. Минус 6х. Минус 6х больше 9. Итак, здесь у нас момент, в котором ошибаются добрая половина, наверное, всех школьников. Итак, у нас здесь минус 6 умножается на х. Как его отсюда убрать? Обратным действием. Делением на минус 6. Мы обе части неравенства, вот эта вертикальная черта означает, что мы сейчас будем обе части неравенства, левую и правую делить на минус 6. Почему делю? Потому что, ну вот как убрать умножение? Только обратным действием. Вот как огонь мы тушим водой, как день сменяет ночь, точно так же мы минус 6 умножением, умираем делением. Левую часть я делю на минус 6, будет просто 1х. Правую часть делю на минус 6, будет 9 поделить на минус 6. Но при делении неравенства на отрицательное число, или при умножении, или при делении, неважно, при делении или умножении на отрицательное число, я должен поменять знак неравенства, то есть его сделать противоположным, вот таким. Это правило многие не понимают, многие не понимают, откуда оно берется, но ничего страшного, это просто нужно хорошенечко объяснить на отдельном уроке. От и до нужно объяснить неравенство, ну 30-40 минут, наверное, это займет, а вообще, чтобы все неравенства пройти, хорошенечко разобрать, уходит примерно 3 урока, например, у нас с ребятами на курсе. Поэтому не переживайте, если у вас эта тема непонятна, нужно просто начать готовиться, и все будет нормально. Нужно, чтобы вам кто-нибудь эту тему хорошенечко объяснил. Окей, теперь х меньше 9 поделить на минус 6. Это будет минус 1,5. Теперь наношу числовую прямую, рисую числовую прямую, и наношу это число, минус 1,5. Тут у меня написано, что х меньше этого числа. Числа меньшие у меня лежат всегда слева, числа большие у меня лежат всегда справно, числовой прямой. Меньше, значит, вот в этой области, собственно, лежит х, то есть в области слева. Соответственно, ответ х принадлежит, но вот что я вижу, то и закрашиваю. У меня вот в этой части вдалеке минус бесконечность, просто я ее не пишу, а здесь вот плюс бесконечность. То есть она там действительно есть, мы просто ее не пишем. И вот я вижу, что ответ от минус бесконечности до минус 1,5. То есть ответ под номером 2. Задача решена, балл в кармане. 14 задание. В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается вдвое каждые 9 минут. В начальный момент масса изотопа составляет 320 миллиграмм. То есть есть какой-то кусок вещества, у которого такая масса. Есть какой-то кусок вещества с такой массой. 320 миллиграмм. Окей, найдите массу изотопа в течение через 63 минуты. Ответ дайте в миллиграммах. Угу. Масса уменьшается каждые 9 минут. Окей. То есть получается. Получается, что у нас изначально была масса 320 миллиграмм. Через каждые 9 минут уменьшается. То есть через 9 минут что произойдет? Вдвое уменьшится. То есть мы делим спустя 9 минут массу на 2. Делим на 2. Получаем 160 миллиграмм. 160 миллиграмм. Потом еще делим на 2. Еще через 9 минут. И так далее. У нас будет уже 80 миллиграмм. То есть постепенно уменьшается. Чтобы прошло 63 минуты, у меня должно пройти сколько раз по 9 минут? 63 поделить на 9 это 7 раз. То есть 7 раз у нас поделится на 2. 7 раз уменьшится вдвое. Значит я должен просто 320 поделить на 2 7 раз. То есть вот я делю 7 раз на 2. То есть, иначе говоря, я должен 320 поделить на 7, а поделить на 2 в седьмой степени. 2 в седьмой степени это 2 на 2 4. Еще раз 4, еще раз 4. То есть это 4 на 4 16. 16 на 4 это 64. 64 на 2 это 128. То есть я должен 320 умножить на 128. Итак, я могу поделить... Давайте даже проще, наверное, так будет. Ну ладно, я так оставлю. Я должен был вот здесь вот изначально сократить. Потому что мог. Смотрите. 4 на 4. 128. И 320. Можно на 8, например, поделить. То есть на что-то можно сократить. На 8 можно поделить как? 320 делится на 8. Это будет 40. 128 поделить на 8. Ну, это 80. И еще 48. Значит, это 10. Ну, 80 поделить на 8 это 10. И 48 поделить на 8 это 6. Получается 16. Хорошо. Теперь могу еще поделить на 4. 40 поделить на 4 это 10. 16 поделить на 4 это 4. Получаем 2,5 миллиграмма. Вот наш ответ. 2,5 миллиграмма. Задача решена. Балл в кармане. Задание 15. Сторона равностороннего треугольника равна 14 корней из 3. Найдите биссектрису этого равностороннего треугольника. То есть нужно по факту найти высоту. H. Иначе говоря, все стороны равностороннего треугольника одинаковы. Если мы откроем справочные материалы к ОГЭ, то есть эти формулы вам даются на экзамене, то вы там увидите, что высота равностороннего треугольника это корень из 3 поделить на 2 умножить на А. Где А это как раз таки сторона вашего треугольника. Вот. И вы просто берете эту формулу и туда все, что знаете, подставляете. Например, вы знаете, что у вас А это 14 корней из 3. То есть корень из 3 пополам умножить на 14 корней из 3, это как раз таки и будет H. Итак, мне нужно таким образом 14 корней из 3 умножить на корень из 3 и поделить на 2. И таким образом я найду H. Смотрите, корень из 3 и корень из 3 умножаются, значит я их могу загнать под один общий корень. Значит они будут под корнем умножаться, то есть это будет корень из 9, а корень из 9 это 3. Значит мне нужно 14 умножить на 3 и поделить на 2. Или наоборот, 14 на 2 могу сначала поделить, я получаю 7, а потом умножаю на 3, получаю 21. Таким образом, ответ, высота равна 21. Задача решена, балл в кармане. Задание номер 16. Четырехугольник ABCD описан около окружности. А, B равно 11, BC равно 13, CD равно 12. Найдите AD. Если вы видите, что четырехугольник описан около окружности, то есть все четыре стороны касаются окружности, то всегда записывайте сразу, не глядя, свойства описанного четырехугольника, потому что только у особенных четырехугольников бывают, ну, только в особенные четырехугольники можно запихнуть окружность, чтобы она касалась всех его четырех сторон. И это свойство выглядит так. Свойство описанного четырехугольника. Выглядит оно так. AB плюс DC равно AD плюс BC. То есть сумма противолежащих сторон равна, то есть 11, 11 плюс 12 равно X плюс 13. То есть я вот эту вот сторону взял за X. То есть 23 равно X плюс 13. Отсюда X равно 10. Ответ 10. Задача решена, балл в кармане. 17 задание тоже на геометрию, но в геометрии часто, как видите, нужны формулы. То есть вот здесь, пожалуйста, формула, которую вы, может, и не помните. Вот здесь формула, которую вы, может быть, и не помните. И нужно, чтобы каждый раз не сидеть и не искать все эти формулы где-то там в конспектах, в учебнике, гуглить постоянно. Вы просто возьмите и распечатайте все формулы по математике, и пусть они у вас будут под рукой. Очень помогает, чтобы быстро вникать, быстро готовиться, быстро решать задачи. Да, важно, чтобы они были всегда под рукой, потому что это помогает быстрее их запоминать, быстрее научиться использовать. Это ускоряет процесс обучения. Поэтому этот файл я для вас подготовил, чтобы вам было удобно скачать его, распечатать и использовать. Там есть все формулы, которые могут вам только понадобиться. И эти формулы вам еще прослужат в 10-11 классе. Все эти формулы в нашем телеграм-канале, в... Как он? Телеграм-канале Донир на связи. В закрепленных сообщениях вместе со всеми остальными полезными файлами. Можно пройти по QR-коду, либо по ссылке под этим роликом. Окей, теперь 17-е задание. Сумма двух углов равна бедренной трапеции 94. Но вот этих двух сумма это быть не может, потому что сумма углов при боковой стороне всегда 180 равна. Сумма вот этих двух углов тоже быть не может, потому что они тупые. То есть они больше 90, в сумме, значит, будет точно больше 180. Значит, это сумма вот этих двух острых углов. То есть сумма вот этих двух острых углов у нас, значит, 94. То есть угла А и Д. Раз углы А и Д у нас в сумме 94, но еще эта же трапеция равнобедренная, то есть она полностью симметрична относительно вот этой вот прямой. То есть она как я вот, у него левая и правая сторона одинаковые. Значит, у нее вот эти вот два угла будут тоже одинаковые. То есть угол А равен углу Д. А значит, чтобы их найти, мне нужно просто 94 поделить на 2. Я получу 47, кажется, да? Ну и вот, я нашел 47. Отлично, 47 и 47. Найдите больший угол трапеции. Больше угла это вот эти, вот они одинаковые, собственно. И как мы их найдем? Я знаю свойства трапеции, что сумма двух углов А и Д, которые лежат при одной боковой стороне, вам всегда дает 180 градусов. Это свойство трапеции. У параллограммы, кстати, такой же. То есть угол В у вас будет 180 минус 47. А значит, это будет 133. То есть ответ 133. Задача решена, балл в кармане. 18 задание. На клетчатой бумаге размером клетки 1 на 1, то есть мы знаем, что тут клетка масштабная, и мы можем клетки использовать для решения задачи. Найдите площадь параллограммы. Чтобы найти площадь параллограммы, нужно основание умножить на высоту. И они должны быть между собой перпендикулярны. У нас за основание можно взять, в принципе, любую сторону в фигуре. Здесь будет удобно брать ту сторону, которая расположена вдоль линии клеток. Например, вот эту сторону можно взять за основание. Да, не удивляйтесь, что основание у вас не снизу. Основание не обязано быть снизу. Например, поверните голову вот так просто, и все, она будет у вас теперь снизу. Хорошо. Теперь высоту как привести. Ну вот, идешь наверх, и с самой верхней точки опускаешь высоту. Вот это, собственно, и высота. Она у нас тут 4 клетки. Вот 1, 2, 3, 4. Основание у нас 1, 2, 3, 4, 5. То есть мне нужно просто 5 на 4 перемножить, и получить ответ 20. Это и будет площадь моего параллограмма. Ну и 19 задание. Какое из следующего утверждения верное? Диагонали ромба равны. Так, ну, я могу придумать такой ромбик, где диагонали у меня не равны. Вот, пожалуйста, одна короткая, другая длинная. Если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны. И действительно, если у меня у двух треугольников... А вообще подобные треугольники, это какие треугольники? У которых все углы равны. То есть у них углы одинаковые равны. А размеры, размеры у них отличаются в одинаковое количество раз. Ну вот, например, вот, например, я, и вот я, вот я, и вот я такой же, только меньше. Например, у меня дочка меньше. Копии меняю, просто меньше. Вот мы подобные. И с треугольниками то же самое. У них одинаковые углы. Почему? Потому что форму определяют углы. Видите, форма одинаковая осталась. Вот. И чтобы все три угла были равны, оказывается, нужно, чтобы было только два угла равно. Потому что если будут два угла уже равно, например, 30 и 50, и здесь тоже 30 и 50, то третьему углу не остается выбора. Как одному известному реперу. У него не остается выбора. Он все это хавает. Итак, то есть 30 плюс 50. У нас 80, например, да, и третий угол у вас автоматически равен 100 минус 80. То есть, ой, 180 минус 100. 80, то есть 100 получается вот так. Тут то же самое. Можно третий угол найти, если у вас два угла уже известно. В сумме 80, значит, 180 минус 100, это будет 80. Видите, то есть у третьего угла нет выбора, он всегда будет равен. Поэтому, чтобы треугольники были подобные, нужно, чтобы хотя бы было два угла. Это такая теорема, признак подобия треугольников. Второе утверждение, поэтому точно верно. Танец любого острого угла меньше единицы. Многие думают, что это верное утверждение, но это не так. Только синусы и косинусы у вас меньше единицы. Почему? Потому что они, у них формула такая. Там катет делится на гипотенузу. Катет всегда число меньшее, гипотенуза всегда число большее. Если ты меньшее делишь на большее, у тебя всегда в ответе, ну там меньше единицы что-то, да, то есть там 0, 9 может быть, 0, 7. То есть число меньше единицы получается. Всегда. А вот тангенс, это катет поделить на катет. И там у тебя что угодно может получиться. Хоть 5, хоть 50, хоть 0,1. Поэтому это утверждение неверное. То есть ответ 2, задача решена, балл в кармане. Ребят, я бы еще хотел с вами порешать вторую часть, но я вижу, что не особо пока охотно смотрите вторую часть. Если вы действительно настроены на разбор второй части, то ставьте побольше лайков, побольше комментариев, побольше смотрите, делитесь с друзьями с этим роликом. Если я увижу, что этот ролик смотрит очень хорошо, то возможно запишу еще и вторую часть. Будем смотреть на просмотре. На этом все. Всем большое спасибо. Увидимся на новых роликах. Пока-пока. Чао. Продолжение следует...